Проблемы с обеспечением твердым топливом сельских территорий обсудили сегодня в Сыктывкаре председатели муниципальных советов депутатов. Как выяснилось, вопросы у сельчан остались прежними. Удаленность делянок для населения для заготовки. Это не вовремя выделяются делянки. Дальше проволочки, которые могут возникнуть в ходе решения многих вопросов, например, компенсация за твердое топливо. Жители Коми пользуются несколькими видами твердого топлива. Это дрова, уголь и брикеты. Компенсация на оплату коммунальных услуг, в том числе на приобретение твердого топлива в размере 50%, положена льготным категориям граждан. Кожба обращалась по именно твердому топливу, по углю. У них были перебои с твердым топливом. И было не до подставки. Вот было одно обращение. Потом Сосногорский район обращался. У них топливные дрова тоже, они хотят поменять кубометры. У них 25 кубометров на жилое помещение выделяется. И 5 кубометров выделяется на нежилое помещение. Они хотели бы увеличить данные объемы, потому что им не хватает. Это одно из таких. В том финансирование. У нас выделяется по году 93,2 миллиона рублей на закупку данного, ну, на погашение данного топлива по районам. Вот, например, с Твердинскому району выделено 3,7 миллиона рублей. Они уже за 5 месяцев эти деньги израсходовали. Депутаты предложили рассмотреть вопрос об увеличении субвенций местным бюджетом на возмещение убытков при реализации топлива. Пересмотреть объемы древесины на корню, которая реализуется населению, установить с 2019 года порядок заготовки и сбора валежника жителями для собственных нужд.